Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главные за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Экватор весны в Самаре в минувшие выходные отметили большим субботником. Глава Самары Елена Лапушкина наводила порядок на улице Ленинградской. С 1 мая на уборку улицы выйдет спецтехника, осмотр которой провел на площади Куйбышева первый заместитель главы города Владимир Василенко. В Самарском ТТУ продолжается рекрутинговая компания, открыт набор на должность кондуктора и водителя трамвая и троллейбуса. Самые лучшие, талантливые и успешные в Самаре подвели итоги конкурса «Лидер образования-2022». Экватор весны в Самаре в минувшие выходные отметили большим субботником. 40 тысяч человек вышли на улицы города, чтобы навести чистоту после зимы во дворах и любимых общественных пространствах. Глава Самары Елена Лапушкина наводила порядок на улице Ленинградской. Об этом расскажут наши корреспонденты. Чисто там, где метут, моют и красят, к летнему сезону преображается Самарский Арбат. Вооружившись инвентарем на Ленинградскую вышли представители администрации, коммунальных служб и служб благоустройства, общественники и волонтеры. На территории улицы Ленинградской сегодня планируется, ну помимо общего приведения в порядок самой улицы, которая предварительно все-таки уже прошла, процедура очищения, мы сегодня красим аллею наших почетных граждан. Привести в порядок пешеходную улицу города решила и глава Самары Елена Лапушкина. Когда обходила улицу Ленинградскую в предыдущие свои обходы Самарского района, вот для себя поставила план, что конечно надо навести на ней порядок. Это касается и люков наших колодцев, это касается и лавочек, но и безусловно внешнего вида наших почетных граждан, как они выглядят на этой улице. Поэтому я сегодня здесь. Когда мы все вместе, город быстрее приводится в порядок и соответственно настроение у всех становится совсем другим. На субботник только в Самарском районе города вышли две тысячи человек. Это и соцслужбы, и промышленные предприятия, школы, СУЗы, ВУЗы и конечно неравнодушные жители. В прошлом году в связи с пандемией не получилось вывести такое большое количество людей, а люди хотели. И разговаривал сам с жителями. Жители очень позитивно воспринимают, на солнышке поработать хотят, убрать свои дворовые территории. Все делают с удовольствием. Всего муниципальный субботник второй в этом месяце собрал около 40 тысяч любителей чистоты. С 1 апреля в наведении порядка на Самарских улицах и во дворах приняли участие почти 80 тысяч человек. Следующий субботник общегородской состоится 23 апреля. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. С 1 мая городские службы переходят на летний режим работы. Для уборки города в этот период сейчас готовится спецтехника. 136 образцов которой выставили на площади Куйбышева, где прошел смотр, который провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Руководители муниципальных предприятий рассказали о готовности к уборке в летний период. На месте событий побывал и наш корреспондент Михаил Ермоленко. Городские службы готовы к переходу на летний режим работы. Для уборки улиц и для других сезонных задач в этот период планируют использовать порядка 650 единиц спецтехники. Ее готовность оценил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Смотр прошел на площади Куйбышева, где представили 136 машин, самых необходимых и современных. В мае будет много праздничных дней, поэтому основные задачи, которые поставили профильным предприятием губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елены Лапушкина, закончить уборку после зимы и поддержать чистоту. Главное наше нацелено сегодня, это, естественно, город подготовить как к первомайским праздникам, как к 9 мая, ну и, конечно, это студенческая весна во всей красоте. И так, как мы можем провести студвесну, так, как мы провели чемпионат мира 2018. Самосвалы, тракторы, малогабаритная техника. Большинство этих и других машин задействовали еще зимой во время уборки города. К летнему сезону специалисты переоборудовали часть техники. Отмечают, что такая многофункциональность – большой плюс и подспорье. Например, в январе в распоряжении муниципального предприятия благоустройства поступили новые машины МК-2000. Техника отечественного производства работает сразу на двух видах топлива – на пропане и бензине. Машины предназначены как для летней, так и для зимней уборок. У нее очень широкий функционал, то есть она в зимнем содержании работает, также на тротуарах. У нее и роторы есть, есть отвал, щетка подметать в зимой, посыпать тротуары. Также на них имеется дополнительное оборудование, поливомоечный ставится. То есть снимаются щетки, снимается бункер, ставится емкость под воду и рейка. То есть она может и мыть, и пылесосить в летнем содержании. Закупили пять таких машин. Помимо имеющейся спецтехники, к 15 мая в Самару прибудут 11 новых машин. Их закупили на средства городского бюджета по лизингу. Эту технику задействуют сначала при летнем содержании, а затем будут использовать всесезонно. Вместе с тем пополнение тех парков остается актуальной задачей. В частности, сейчас рассматривают возможность приобретения городом для всех МБУ администрации внутригородских районов по 9-10 спецмашин для эффективной очистки дворов и квартальных территорий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Совсем скоро Самара превратится в настоящий цветущий сад. Традиционно весной во время месячника по благоустройству профильные службы озеленяют территорию города. Высаживают деревья и кустарники. Материалы для этого круглый год выращивают в питомниках одного из муниципальных предприятий. Михаил Ермоленко узнал, какие культуры украсит город в этом году. Десятки оттенков зеленого, деревья и кустарники. 190 тысяч растений круглый год выращивают на территории питомника муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Около 40 видов лиственных и хвойных деревьев и еще столько же кустарников. В этом году в рамках месячника по благоустройству новые зеленые насаждения появятся почти по всей территории города. Чтобы растений хватило на всю Самару, мало бросить в землю семечко, рассказывает Петр Тимофеев, агроном с 36-летним стажем. Саженцы требуют ухода круглый год – от полива и прополки до формирования кроны секатором. Есть такая поговорка некоторая, а что у вас тут не работает? Бросил семечко – и вырастет. Чтобы семечко бросить – вырастет. Я говорю, вот 10 лет. А то брось семечко – да ничего не будет, бурьян растет. А здесь ведь каждый. Мы посадили их тысячу. Если 33 приживутся – это не работа. Поэтому здесь уход больше. Они приживаемые. Где-то порядка 80% приживаемых должно быть плановым. На 40 гектарах самарского питомника выращивают как крупномерные лиственные и хвойные деревья, так и небольшие кустарники. В этом году объем работы чуть больше. Помимо парков, скверов и аллей с зелеными насаждениями засадят территории, которые обновляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этих участках появятся новые каштаны, липы, березы, можжевельник, барбарис, кизильник, жасмин и сирень. Готовятся специалисты предприятия «Спецремстройзеленхоз» и к проведению Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Чтобы украсить к празднику город, уже начали высаживать в специальные вазоны туи. Туи сорта «Сморакт» были выбраны не случайно. Они лучше всех остальных держат свою форму. 100 таких колонновидных туй уже к 1 мая выставят на маршруте проведения фестиваля «Всероссийская студенческая весна». Эти хвойные растения высотой в 3,5 метра установят вдоль уличной дорожной сети в центре города. Уход за ними будет особенным. Помимо полива и подкормки, специалисты на протяжении всего сезона будут собирать с них семена, которые добавляют к зеленому цвету оттенки рыжего. Все для того, чтобы они как можно дольше радовали самарцев и гостей города своим видом. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. 20 апреля в Самаре официально стартовал новый парковый сезон. Профильные специалисты сосредоточены на подготовительных работах, которые проводятся и в рамках городского месячника по благоустройству. Нужно привести в порядок и продезинфицировать аттракционы. Так в парке Гагарина привели в порядок 55-метровое колесо обозрения. О чистоте и безопасности даже на высоте птичьего полета в репортаже наших корреспондентов. Высокие устремления, помноженные на максимум старания, чтобы самый большой аттракцион Самары – 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина был чистым, комфортным и безопасным. Квартет уборщиков на мойку и дезинфекцию одной кабины тратит около 15 минут. Их на объекте 24. Очищают сначала снаружи, потом внутри. С помощью мойки высокого давления с применением биоразлагающего вещества и воды. Приводят в порядок и перрон. Также очищают и проверяют работу сплит-систем, кондиционирование и отопление. Во время запуска аттракциона утром, если контролер и ответственный за эксплуатацию объекта понимает то, что в кабине холодно, то отопление включается во всех кабинах. Кабины прогреваются. Если мы понимаем, что температура воздуха уже плюс 15 и выше, и в кабине может быть душновато, некомфортно, включается система кондиционирования. Главная задача – успеть закончить все подготовительные работы до начала открытия нового паркового сезона. Официально он стартует уже завтра, 20 апреля. Мы готовим колесо, моем как дома, чтобы у нас оно было чистое, уютное, чтобы людям было приятно прокатиться. Кассир аттракциона Наталья Лосенкова рассказывает, по будням на Самару с высоты птичьего полета смотрят порядка 300-400 человек, по выходным – полторы тысячи. За санитарным состоянием кабин колеса обозрения сотрудники следят постоянно. После каждого посетителя происходит осмотр и при необходимости уборка. С очень хорошим настроением мы с детьми сюда все время приходим, ждали, чтобы запустились все аттракционы. Здесь хорошо, здесь все следят, так что нет никаких вопросов к парку. Кроме колеса обозрения, в парке Гагарина доводят до блеска все аттракционы. Генеральная уборка территории началась несколько недель назад, когда стартовал месячник по благоустройству. Ворошили снег. Сейчас завершают уборку осенней листвы. Занимаются подбором мусора, санитарной обрезкой веток, кронированием деревьев, восстановлением тротуарной плитки. Обновят газоны, посадят цветы. Прогулочные зоны моет поливальная машина. Кафе и другие объекты потреб рынка готовы к приему гостей, как и главная достопримечательность парка – колесо обозрения. С начала нового сезона оно работает с 10 утра до половины 10 вечера. Генеральная уборка аттракциона, которая эксплуатируется круглогодично, проходит несколько раз в год. И два раза в день, во время технических перерывов, кабины дезинфицируют. Напоминаем, месячник по благоустройству продолжается. Основной общегородской субботник пройдет 23 апреля. Любой желающий может присоединиться к наведению чистоты. Выдачу инвентаря жителям организуют управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, ТСН и другие обслуживающие организации. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Болевые точки города под пристальным контролем главы Самары. Елена Лапушкина встретилась с жителями Железнодорожного района. Общение продолжилось в стенах районной администрации на семинаре в рамках проекта «Мой дом». На совещании присутствовали руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, глава Железнодорожного района Вадим Тюнин, депутат Губернской думы Светлана Бескаравайная. Какие варианты решения насущных вопросов были предложены, расскажет Ольга Павлова. Десятки вопросов и вдвое больше предложений. В зале неравнодушные жители Железнодорожного района обсуждают с главой города Еленой Лапушкиной самые наболевшие темы. Люди пришли с просьбами о ремонте пешеходных дорожек, освещении, переносе контейнерных площадок, необходимости обновления внутриквартальных проездов и ямочного ремонта дорог. Всестороннюю поддержку в решении этих вопросов жителям Железнодорожного района оказываются стороны администрации города и района. Порядка 12 дворов в этом году уже капитально сделают внутриквартальные проезды. Частично, возможно, будет ямочный ремонт, но эти адреса, конечно, вам скажут специалисты района и глава внутригородского района. В качестве приятного бонуса вопросы уже решенные. Так, жители одного из домов Железнодорожного района долгое время не могли справиться с бездействием своей управляющей компании. Люди утверждали, что свои обязанности УК выполняет недобросовестно. На собрании дома управляющую организацию решили поменять. Процедура не заняла много времени и прошла в короткие сроки. На встречу с главой города жители пришли, чтобы выразить свою благодарность уже действующей УК. Эти благодарности, они действительно на вес золота. Давайте все-таки не забывать, что хозяева вы, вот вы и только вы, мы можем вам быть в помощь, мы можем давать консультации, но управлять вашим домом будете вы всегда. Все зависит от вас. Для того, чтобы поддержать интересы общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в помощь жителям многоквартирных домов в регионе работает проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Некоторые председатели товарищ-собственников жилья не знают, как решить юридические вопросы и добиться от управляющих компаний выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано 216 таких встреч. В них приняли участие более 7 тысяч активистов. Кроме того, в помощь жителям в столице региона создаются 145 территориальных ресурсных центров. В железнодорожном районе Самары их будет три. Два раза в неделю на площадке территориальных ресурсных центров будет вестись работа как по приему жителей и вас, как активистов, консультирование непосредственно инспекторов к ЖИИ раз в месяц, консультирование от других соответствующих структур. Кроме того, я думаю, наверное, было бы не плохо, если бы туда приглашали в качестве третейской площадки управляющие компании. Активная работа идет и на платформе ГИС ЖКХ, при помощи которой можно задавать вопросы на коммунальную тему и получать обратную связь. Руководитель ГЖИИ Самарской области Виктория Каткова разъяснила жителям ее преимущества. Это новое направление, которое позволяет сделать участие каждого жителя в управлении своим домом максимально удобным. Производить беспроцентную оплату коммунальных услуг, запрашивать общие сведения о доме, управляющей организации, проводить собрания собственников в онлайн-формате. Эта система была доработана. Теперь это тот пул возможностей, который мы с вами можем реализовать бесплатно. То есть эта система именно для нас с вами. В нее вложены колоссальные средства государству, и поэтому эта система, безусловно, должна работать, должна нами с вами использоваться. Часть вопросов коснулась благоустройства городских пространств и территорий. Изменить пространство вокруг своего дома можно тремя способами. Приняв участие в программе «Твой конструктор двора» в губернаторском проекте «Содействие» или в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Что и сделали жители дома номер 6 по улице Мяге. На встрече с главой города они рассказали, что подать заявку на участие в программе «Содействие» решили для того, чтобы комплексно обновить свой двор, обустроить спортивную площадку и парковочные карманы. Дизайн-проект нового двора жители создавали сами. Мы стали думать о действии, как же все-таки это привести в действие. Мы организовали инициативную группу, естественно, во главе со мной. И подали документы, опять же, с администрацией Железного района весной 2021 года. В настоящее время идут работы по поиску подрядчика для будущего благоустройства дворов помяги. В то время жители домов, которые располагаются у сквера Санфировой, отметили нехватку скамейк для отдыха. Главе города Елене Лапушкиной обратилась Ольга Ушакова и рассказал, что раньше лавочек было больше. Вот здесь вот стояли две скамейки. Она одна так, другая так. Вот на этом вот здесь тоже две скамейки стояли. Мэр города совместно с главой Железнодорожного района Вадимом Тюниным и руководителем Департамента городского хозяйства и экологии Олегом Ивахиным приняли во внимание просьбу жителей и обещали найти возможность установить дополнительные скамейки. Она это сама увидела, она с этим согласилась. Она дала определенную здесь вот, ну, как сказать, команду, что ли, чтобы это самое не просто посмотреть, а принять это внимание и вместе с жильцами, где вот это вот расставить, все это сделать. Дополнительно сделать здесь клумбы. Встречи главы Самары Елены Лапушкиной с жителями пройдут во всех внутригородских районах. Самарцам напоминают, чтобы подать заявку на ремонт внутридворовой территории, жителям домов нужно объединиться и обратиться в районную администрацию, где сформируют списки и организуют договорные работы. А узнать, как это сделать грамотно с юридической точки зрения, активисты могут на площадках проекта «Мой дом». Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Калдашов. События. Тонны бытового мусора собрали городские депутаты, школьники и местные жители на берегу Волги от загородного парка до набережной Уладьи. Экологическая акция во время субботника на этой территории проходит не первый год. На этот раз к самарцам присоединились и жители сел и городов области, а также жители других регионов, расположенных вдоль реки. Свой мешок мусора собрал и Сергей Кизоркин. По инициативе городских депутатов уборка побережья Волги в рамках месячника по благоустройству становится новой хорошей традицией. Делается это для того, чтобы паводковые воды не уносили с собой мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими на берегу. Присоединяются к акции все неравнодушные самарцы. Подключается к субботникам и самарская молодежь. Старшеклассники 74-й школы со 116-го километра специально приехали в Октябрьский район помочь местным жителям в их благородном деле по уборке бытового мусора. Бутылок, одноразовые посуды и пластиковых пакетов с берега Волги. Опыт есть, рассказывают школьники. Не первый год субботничают у себя в районе. Мы тут уже часа полтора и все равно мусора еще очень много. У нас тут порядка 20-25 человек. Мы каждый, наверное, уже по пакету три точно больших собрали. Организаторы экологического десанта – городские депутаты. Они вышли на субботник на пляже лейтенанта Шмидта. Очищают от мусора берег от загородного парка до четвертой очереди набережной. Городская администрация вывезла собранные отходы. Свою лепту в экологическую безопасность реки внесли более ста добровольцев. Посмотрев масштаб бедствия, а вы увидите, в прошлом году мы собрали, мы работали в районе загородного парка, и вот буквально там в зоне километра мы собрали целый камаз мусора. Сегодня, так сказать, вот как вы видите, ситуация не улучшилась. Поэтому будем проводить в течение всего года просветительскую работу, объединившую усилия. Мы обязательно спасем Лолгу. К экологической акции самарских депутатов присоединились коллеги 67 муниципалитетов из 11 регионов и трех республик, расположенных на Волге, от Твери до Астрахани. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самарском ТТУ продолжается рекрутинговая кампания. Открыт набор на должность кондуктора и водителя трамвая и троллейбуса. О преимуществах работы на муниципальном предприятии расскажет Максим Магомедов. Уже 13 человек пополнили ряды самарских кондукторов. Из них только на прошлой неделе к коллективу ТТУ присоединились сразу 7 сотрудников. Акцент был сделан на том, чтобы набрать людей в северное трамвайное депо. Среди вновь принятых работников Максим Родин. Он недавно переехал в Самару из села Приволжье и после трудоустройства получил место в общежитии. У Максима 8-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Сейчас он трудится кондуктором, но уже летом планирует начать обучение на водителя трамвая. Приехал из села в поисках работы, нашел объявление, пришел, смотрел, устроился, все понравилось. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, официальность, она всегда приемлемая. Ну и в дальнейшем стаж работы, а неофициальный, никому-то и не буду. С апреля для водителей увеличили размер заработной платы и сразу на 20%. Поэтому четверо бывших сотрудников ТТУ вернулись в строй. Они сдали квалификационные экзамены и сейчас проходят стажировку на линии. В начале мая в учебном центре ТТУ начнут подготовку 9 слушателей. Обучение организуется для желающих бесплатно. Причем на этот период, который продлится 5,5 месяцев, всем ученикам будет выплачиваться стипендия в размере МРОД. Сейчас знания и профессиональные водительские навыки в центре нарабатывают еще 3 человека. Двое из них в июне закончат подготовку. Для вновь поступивших на работу водителей предусмотрены подъемные в размере 100 тысяч рублей. Он должен отучиться у нас в учебном центре, сдать на права, потом сдать квалификационные экзамены и после этого мы с ним заключаем трудовой договор. Он поступает на работу и мы ему сразу выплачиваем 100 тысяч рублей. Но понятно, что есть это условие, что в течение трех лет он должен отработать у нас по должности водителя трамвая. Действует и другая мера поддержки молодых специалистов. Это надбавка к ежемесячному заработку. Водителям со стажем до двух лет доплачивают полторы тысячи рублей. Кондукторам со стажем до шести месяцев – тысячу рублей. Еще одним преимуществом работы является увеличенный отпуск. У водителя он составляет 35 дней, а у кондукторов – 32 дня. Всем сотрудникам ТТУ предоставляется бесплатный проезд в городском наземном электротранспорте. Самые лучшие, талантливые и успешные в Самаре подвели итоги конкурса «Лидер образования-2022». В церемонии награждения победителей и лауреатов, которая прошла в 68-й Самарской школе, приняли участие глава города Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и представители профильных департаментов. Кто удостоился почетного звания «Учитель года», узнала Ольга Павлова. Их любят, уважают, ими гордятся и вручают заслуженные награды. Итоги конкурса «Лидер образования-2022» подводят на сцене актового зала в недавно отстроенной, современной 68-й Самарской школе. Первую награду в номинации «Учитель года» из рук главы Самары Елены Лапушкиной забирает педагог школы, в которой и проходит торжественная церемония, учитель математики Светлана Донцова. Ежегодно ее ученики участвуют в предметных олимпиадах, становятся призерами научно-практических конференций и победителями межрегиональных дистанционных проектов. Вы приняли меня, поверили в меня и дали возможность реализоваться. Спасибо огромной участию в конкурсе. Конечно, это огромный заряд энергии, это огромная ответственность, но в то же время очень много позитивных моментов. Спасибо большое. По номинации «Воспитатель года» награду вручили педагогу 24-й Самарской школы Юлии Уворовской. Ее воспитанницы завоевали победу в патриотическом проекте, посвященном Году памяти и славы. А лучшим педагогом дополнительного образования стала Анна Киселева, сотрудница Центра внешкольной работы «Парус». Ее педагогическая деятельность направлена на знакомство ребят с родным краем и формирование позитивного взгляда на историю региона и города. Хотела бы выразить благодарность за ту огромную поддержку, которую я чувствовала на протяжении всего своего небольшого пути педагогического, от своих коллег, от всех, кто меня окружает на этом пути. Спасибо вам большое. Участниками городского конкурса «Лидеры образования-2022» стали воспитатели детских садов, преподаватели школ, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи и специалисты дошкольных образовательных учреждений. Победителей и лауреатов со сцены актового зала 68-й Самарской школы поздравила глава города Елена Лапушкина, поблагодарив педагогов за нелегкий труд и правильное воспитание подрастающего поколения. У каждого из вас есть десятки примеров того, как наши с вами дети выбирают жизнь, связанную с физикой, математикой, историей, литературой, только потому, что у них был такой учитель, человек, который их влюбил в эти знания, человек, который их вовремя почувствовал и направил. Конечно, очень важно, как и о чем вы говорите с вашими воспитанниками на ваших уроках, в неклассных часах. Ведь каждый учитель, он не только призван передавать знания, но он призван и воспитывать достойного гражданина великой страны. Для собравшихся со сцены актового зала 68-й школы выступили творческие, вокальные и музыкальные коллективы. Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Ольга Павлов, Василий Калдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова